Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, мы очень благодарны за то, что, наверное, не знаю, как ранее, но мы впервые, как судебно-медицинские эксперты, принимаем участие в таком глобальном, нужном и необходимом форуме, где мы можем иметь возможность столкнуться с вами, как с клиницистами, и посмотреть на онкологию с двух проблем. Прежде всего, с проблемой диагностики лечения клинических подходов, и, с другой стороны, со стороны диагностики смертности. Почему? Потому что за 17 лет, что я в практике судебно-медицинской экспертизы, мы наблюдаем рост случаев вскрытий онкологических пациентов, которые попадают именно в судебно-медицинскую экспертизу. Вы прекрасно знаете, что в соответствии с 323-м федеральным законом, пациенты, которые умерли от заболевания, в частности от онкологической патологии, они подлежат либо патологоанатомическому вскрытию в соответствии с 67-й статьей, либо они вообще захораниваются без вскрытия на основании выставленного клинического диагноза. Но если нет гистологической верификации прижизненной, то такие пациенты должны быть направлены на вскрытие в судебно-медицинскую экспертизу. Это вот первый момент, который находится в рамках законодательства. И второй подход. Выросли случаи смертности онкологической патологии, которые, во-первых, не диагностированы при жизни, и онкологию мы находим уже на вскрытии, на секционном столе. Либо такие пациенты погибают от насильственной смерти, то есть от воздействия внешнего фактора. Это может быть и суицидальная смерть, это может быть и криминальная смерть, это может быть и несчастный случай и другие обстоятельства наступления смерти. И с другой стороны, иногда онкологическая патология в третьей-четвертой степени является случайной находкой на вскрытии. И в этом случае, конечно, нам приходится проводить диагностику не только причины смерти, но и проводить всю морфологическую диагностику. Вот обратите внимание, наша кафедра судебной медицины первого государственного медицинского университета на протяжении 10 лет мы изучаем вот эту проблему. Ну, безусловно, в структуре смертности, о которой сегодня говорили, первое место занимает патология сердечно-сосудистой системы, и она в среднем на протяжении 10 лет составляет 79%. Но мы изучаем внезапную смерть не только по Москве, мы ее изучаем по сравнению с различными регионами Российской Федерации. Здесь Краснодар, но еще и Сибирь параллельно проводим. И хочу сказать, что смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в Москве ниже, нежели в других городах. Но, что мы видим? Обратите внимание, за 10 лет есть достоверный рост онкологической патологии в 2,5 раза по городу Москве и в 2,8 раза по Краснодару. Это те показатели, которые проходят именно через судебно-медицинскую экспертизу. Потому что в патологическую анатомию, в патолого-анатомические отделения не все пациенты поступают после наступления смерти. Половозрастная характеристика. Мне было очень приятно, что в докладе Вахтанга Михайловича тоже прозвучали практически такие же показатели. Обратите внимание, что мужчины несколько по Краснодару уступают по чистоте смертности женщинам. Но в Москве идет обратная тенденция. И возрастная характеристика отражает тенденцию смертности лиц старше 60 лет. По Москве это 70%. В Краснодаре практически те же самые показатели. Это 70,2%. До 50 лет показатели в Москве несколько выше, чем по Краснодару. И хочу сказать, что по Москве и по Краснодару есть незначительный рост смертности детей. Детей в возрасте до 14 лет. Но мы в этом докладе не стали показывать эти цифры, поскольку работа еще не завершена до логического конца. Анализ доброкачественных и злокачественных опухолей показывает то, что доля доброкачественной опухоли составляет 1,92%. И чуть выше для Москвы. Хочется сказать, что выявляемость при судебно-медицинской практике злокачественных опухолей отражает то, что мы вскрываем четвертую степень уже с метастатическим поражением. Иногда поводом для вскрытия является внезапная смерть не от осложнений самого онкологического процесса, а уже от его осложнений. Очень интересные данные получились у нас по местам наступления смерти. Дело в том, что поводом для судебно-медицинского вскрытия является наступление смерти либо дома без свидетелей, либо наступление смерти в общественном месте. Причем независимо от того, есть у пациента справка или выписка, или выписной пикрис из онкологического стационара или нет. Наступление смерти без свидетелей или в общественном месте является основным поводом по закону для судебно-медицинской экспертизы. Это иногда вызывает определенные проблемы с родственниками, которые не желают отправлять своих близких на вскрытие и на экспертизу. Поэтому обратите внимание, все-таки активность общественной онкологических больных отражает то, что вне стационара смертность достаточно высокая. Это является основанием для проведения экспертизы. Ну давайте теперь посмотрим по органной локализации. Мы выявили за 10 лет определенную разницу в органной локализации и смертности по Москве и по Краснодару. По Москве на первом месте 46% занимает смертность от органов дыхания. Первичная локализация – это легкие, затем бронхи, трахея, гортань. А по Краснодару на первое место вышло поражение желудочно-кишечного тракта. Желудочно-кишечного тракта. И если разобрать органную локализацию по желудочно-кишечному тракту в Краснодаре, то на первом месте толстая кишка. Толстая кишка, затем желудок, печень, поджелудочная железа и потом уже побывающая. Вот органная локализация по другим системам, она представлена. И вы видите, что тоже есть определенная разница по Краснодару и по городу Москве. Если мы посмотрим на гистологическую верификацию, то на первом месте, конечно, доминируют аденокарциномы и плоскоклеточный рак. Но это, опять-таки, уже гистологическая верификация, которая проведена именно в судебно-медицинской экспертизе без клинических данных. Какие же причины смерти и каков судебно-медицинский анализ обстоятельств наступления смерти? Не хочу сказать, что вот та группа смерти от острой алкогольной интоксикации является часто встречаемой, диагностируемой у онкологических пациентов. Нет. Алкогольное опьянение выявлено только в 0,1% всех случаях. Причем при насильственной смерти чаще всего онкологическая патология выявляется либо как находка, либо повод для суицида. Но за 10 лет по Краснодару среди всех умерших только всего лишь один случай смерти онкологического больного вследствие механической асфиксии при повешении. Причем там возраст был 76 лет. По Москве таких случаев несколько больше. Но хочу сказать, что к суициду подходят именно те возрастные категории, которые уже имеют третью и четвертую степень с метастазированием. У нас был интересный год, когда 5 случаев смерти от суицида при стронгуляционной асфиксии при повешении 4 женщины, средний возраст 72 и 3 десятых. То есть причиной суицида, это у нас параллельно другая работа идет, у женщин чаще всего связано именно с онкологической патологией в терминальных стадиях. Что касается непосредственных причин смерти при онкологической патологии, здесь большой спектр. И причем хочется сказать, что именно непосредственная причина смерти, не основная, как нозологическая единица, а осложнение онкологического процесса, она и является основанием для судебно-медицинского вскрытия. Асфиксия доминирует как непосредственная причина смерти. Среди патологических процессов, которые вызывают асфиксию, это чаще всего кровотечение при эрозивных поражениях сосудов, это тромбоэмболический синдром, это может быть и распаду опухоли, абтурционный синдром, издавление опухоли извне и другие патологические процессы. Метастатическое поражение рефлексогенных зон и жизненно важных органов, в частности головного мозга и поражения головного мозга, тоже является основанием для судебно-медицинской экспертизы, особенно при малейших провокациях травмы. Если человек получает какие-то признаки черепно-мозговой травмы на фоне онкологического процесса, хоть первичного, хоть метастатического поражения головного мозга, здесь приходится дифференцировать. И это очень часто является основанием для последующих судебных разбирательств. Почему? Потому что, с одной стороны, есть родственники, которые говорят, что есть факт, ударили, толкнули, упал ДТП, машина задела, да, а с другой стороны, есть клиника онкологического процесса. И здесь приходится проводить дифдиагностику, а что стало первичным для наступления смерти. Либо все-таки, собственно, черепно-мозговая травма и патологический процесс, которые стали следствием ее. Или все-таки тот онкологический процесс, который реализовался при провокации травмы. Внезапная сердечная смерть – очень большой блок при онкологической патологии. Почему? Потому что первичное поражение сердца на сегодняшний день составляет 0,03. И причем вы знаете, что 75% – это, как правило, доброкачественные опухоли сердца. Поэтому в нашей практике мы говорим чаще всего о метастатическом поражении сердца, когда сердце поражается уже непосредственно другой опухоль. Это опухоль желудка, пищевода, легких. В данном случае, смотрите, вот в области верхушки, мы видим метастаз, который пророс уже через все оболочки сердца и стал причиной острой сердечно-сосудистой недостаточности с развитием отека легких. Причем этот метастаз не был выявлен, мы же поднимаем, потом просим медицинскую документацию, если пациент наблюдался, не был выявлен ни эхокардиографическими исследованиями, ни банальное ЭКГ, как правило, не дает какие-то нарушения ритма. Еще интересная внезапная сердечная смерть при онкологической патологии – это когда идет метастазирование или поражение области проводящей системы сердца. То есть человек поступает в кардиологическое отделение с фатальными аритмиями, с какими-то нарушениями сердечной деятельности, и кардиологи ведут его как кардиологического пациента. Попадает на вскрытие, мы выявляем те или иные летальные, вернее, онкологические процессы. Но это вот уже терминальные стадии рака легкого и поражения селезенки, и в данном случае, конечно, непосредственной причиной смерти является раковая кахексия, полиорганная недостаточность. Таким образом, мы пришли к каким выводам, что в судебно-медицинской практике наблюдается рост и необходимость вскрытия пациентов, которые имеют онкологическую патологию, в связи либо с отсутствием прижизненной диагностики и отсутствием гистологической верификации, либо наличием признаков насильственной смерти. Второй момент. 7,5% умерших не состояло на учете в специализированных учреждениях по профилю. Я считаю, что это очень достаточно такой высокий процент. Причем, хочу сказать, чем дальше территориальность города, тем выше этот процент. 8,3% онкологических больных гистологический диагноз был поставлен посмертно на вскрытие при наличии макроскопической диагностики и клинической диагностики опухоли. Поражение органов дыхания по Москве доминирует в структуре смертности. И хочу сказать, за 10 лет, если структура смерти была стандартно заболевания сердечно-сосудистой системы дыхания, потом ЖКТ, то на сегодняшний день онкология по Москве дыхание вытеснила на третий план. Мы по этому поводу опубликовали три статьи за последние два года, поэтому нам приходится говорить о том, что структура внезапной смерти имеет, в общем-то, определенные уже изменения. 24,7% онкологических больных умерли не от причин, связанных с основной патологией, и явились осложнения специального противоопухолевого лечения. Вот те осложнения, которые вам всем известны, возникающие при лечении онкологии, они, к сожалению, являются причиной смерти. К чему я это хочу подвести? К тому, что я, как судебно-медицинский эксперт, на сегодняшний день часто мы выходим в суды по жалобам пациентов на неправильно проведенное лечение. Идет рост уголовных дел, идет рост гражданских дел по недовольству именно родственников на действия онкологов по лечению пациентов. И когда я бываю родственникам, объясняю, что рак легкого, третья-четвертая степень, с метастазами, это закономерный исход. Врачи сделали все, что возможное. Рак желудка, рак легкого – это те нозологи, которые приведут к наступлению смерти. Родственники этого слышать не хотят. У них одна жалоба – рано не начали лечение, лечение было неполным, не все методы использовали. Просим вернуть деньги, просим компенсировать гибель нашего пациента. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что вы, как клиницисты, и мы, как судебно-медицинские эксперты, встречаемся гораздо чаще по поводам назначения судебно-медицинской экспертизы по возбужденным гражданским делам и по диагностике причин основной и непосредственной смерти. Спасибо большое. Спасибо, Марина Алексеевна. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Очень интересно, я думаю, вопросов должно быть много. Спасибо большое. Мы проводили аналогичное мероприятие, посвященное правовым вопросам организации онкологической помощи, и там как раз прозвучал тоже этот вопрос по поводу роста числа исков родственников умерших от онкологических заболеваний пациентов медицинским организациям. И я хотела отметить для тех специалистов, которые не смогли принять участие, что сейчас максимальная сумма возмещения составила по опыту наших медицинских юристов 23 миллиона рублей к медицинской организации. И основная причина все-таки возможности такого выигрыша – это недостаточно качественное оформление медицинской документации. Любое отклонение от протоколов лечения, обследования должны быть документированы правильно, с обоснованием, с указанием сроков и тех исследований, которые были сделаны. Я только с комментарием. Спасибо, очень интересное сообщение. Спасибо большое. Я вам как эксперт могу дать совет, не совет, совет и неблагодарное дело. Коллеги, дорогие, когда вы задаете вопросы или в дискуссии участвуете здесь, представляйтесь, пожалуйста. Вот мы как эксперты, чтобы врачам как-то помочь, мы пишем всегда такую фразу. Да, выявлены дефекты заполнения ведения медицинской документации. Однако на течение основного заболевания, на развитие осложнений причину смерти, выявлены дефекты, значения не оказали. Спасибо большое. Ларича Барина Владимировна, ФГБ УЦНИ, УИСМИН, Здрава России. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Моя фамилия Вальков Михаил Юрьевич, я из Архангельска, рукавжу кафедрой лучевой терапии, лучевой диагностики, лучевой терапии и клинической онкологии. Скажите, пожалуйста, у вас очень интересный доклад и необычный. У вас данные по всей Москве и по всему Краснодарскому краю, да? Скажите, пожалуйста, я просто не увидел на ваших слайдах, может быть, это и было, но там сочетание цветов не очень удачное. Сколько всего в год случаев у вас аутопсии при злокачественных опухолях? По судебной медицине это... В Москве и в... Значит, по Краснодару в пределах 600-700, по Москве чуть выше 1100-1200. Нет. Вскрытие с выявлением злокачественной опухоли. Да. То есть, где не злокачественная, где опухоль является причиной смерти. А ведь опухоль еще по нашим вскрытиям может идти как фоновая и сопутствующая. Ну, я просто прикинул сейчас, ну, если учитывая, что население Москвы 12 миллионов, можно ожидать 30 тысяч смертей. Соответственно, в Краснодаре, не знаю, там 5 миллионов населения, да? Не знаю, я не узнал. В Краснодарском крае примерно столько, да? Нет, нет, там намного меньше. Нет, в самом Краснодаре миллион проживает, да? И это примерно 250 смертей в год. Вы говорите, вы 600 в год скрываете, вот небольшие. Нет, но это речь идет не о смертности, не о количестве умерших, а о количестве вскрытий. Вот я как раз спрашиваю. Вскрытий гораздо больше. Я понимаю, вот еще раз, в год выявляется при вскрытии, ну, или подтверждается при вскрытии злокачественных опухолей. Не злокачественных, вообще опухолей доброкачественных. По Краснодару где-то 600-700, по Москве больше. Можете посмотреть наши статьи «Вопросы онкологии» за 16-й год. Там все за 10 лет по относительным и абсолютным показателям есть. И, хорошо, скажите, пожалуйста, в процентах, ну, или, может быть, в абсолютных числах, какая доля больных с третьей и четвертой стадией злокачественных опухолей? 75%. Подождите. Среди тех, кто ранее не наблюдался, то есть диагноз был поставлен при аутопсии? Посмертный диагноз. Это где-то в выводах же это было 14%, 21%. Да, 21%. То есть впервые поставлены. Поэтому нужно в старинского все есть. Нужно бы в кулуарах поговорить еще. Спасибо. Это не проблема. Все? Спасибо. У меня, извините, у меня еще вопрос. Марина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вот взаимодействие с онкологической службой всегда проблема. Как вы взаимодействуете? Пишите ли вы первичную учетную документацию, извещение в онкологические учреждения? Вот этот процесс у вас организован? Как правило, если возникают гражданские судебные дела, то, конечно, мы встречаемся и с лечащими врачами, и с администрацией того учреждения, которые задействованы в судебном деле. Второй вид взаимодействия – это клинико-анатомические конференции, которые устраиваем при разборе таких вот наиболее сложных случаев, когда опухоль либо не диагностирована, вот как при, допустим, метастатическом поражении сердца, либо диагноз клинический и судебно-медицинский имеют полное расхождение. А вот такой формализованный документ, как извещение о впервые выявленном онкологическом больном или злокачественном образовании, вы заполняете? Заполняем на сегодняшний день даже при насильственной смерти, когда ДТП, колото-резанный, там отравление, и мы выявляем опухоль, мы об этом обязаны сообщить, что имеет место быть опухоль в такой-то, такой-то стадии, и гистологическую верификацию берем в обязательном случае. Хотя в структуре диагноза эта опухоль пойдет вообще в сопутствующую патологию в судебной медицине. Спасибо. То есть статистика онкологии у нас ведется очень жестко на сегодняшний день, особенно когда это касается детей. Спасибо. Спасибо. Галина Вениамидовна, она всех ругает за посмертно учтенные и всегда доставалась больше всего Петербургу, потому что у нас было колоссальное количество посмертно учтенных больных. Но на определенном этапе мы вместе с службой, соответственно, по вскрытиям сделали запрос вместе с главным патологоанатомом о том, что любой случай, который они выявляют со злокачественной опухоли, значит, протокол вскрытия должен был прийти в регистр. Мы получили несколько ящиков еще дополнительно. То есть проблема эта очень серьезная. Причем я обратил внимание на то, что и зарубежные регистры очень скромничают в этом плане. Поэтому нет. Почему у нас вообще уровень заболеваемости на трехсотых местах? Если вы посмотрите десятый том рака на пяти континентах, какое место занимает Санкт-Петербург, а это уровень практически близкий к среднероссийскому, это трехсотые номера. Триста двадцать четвертый для мужчины, где-то триста какой-то тоже для женщин. Значит, огромное количество недорегистрированных больных у нас. Это тоже проблема, ею надо заниматься. А все посмертные устенные должны. По ним должно быть обязательно извещение. Их должны зарегистрировать как первичные и той же датой умершие. Тогда, конечно, более полная будет вся эта, так сказать, весь этот набор. Огромное спасибо за интересное сообщение. Продолжение следует...